В этом ролике мы поговорим о пяти ожидаемых новых российских сериалах и, конечно же, о продолжениях уже полюбившихся проектов, которые с большой вероятностью выйдут на экраны уже в марте. Не забывайте поддержать видео лайком, а мы начинаем. Один из самых ожидаемых российских сериалов от Первого канала последних лет возвращается в марте с новым сезоном, и речь, конечно, о сериале Мажор. Прошло 9 лет после гибели Вики, Мажор узнает, что именно он отец ее дочери Сони и удочеряет ребенка, отобрав опеку у Вани и Ани, это сестры Вики, но они не собираются просто так отдавать Соню, ставшую им родной. С помощью адвокатов они хотят найти факты плохого отцовства Мажора и вернуть опекунство. Мажор ссорится с Аней, а когда Ваня возвращается домой, он находит труп жены. Улики указывают на Мажора, но ему удается убедить полицию, что он не причастен. Мажор нанимает своего товарища, бывшего офицера полиции, а ныне частного детектива Пряникова, чтобы он помог найти убийцу Ани. Параллельно капитан Авирьянов, это Жека, вместе со следователем СК Еленой Ковтун ведут официальное расследование. Мажора старается изо всех сил быть хорошим отцом для девочки. Соня постепенно принимает нового папу. Они сближаются, проводят вместе много времени. При странных обстоятельствах погибает еще несколько знакомых Мажора, и вновь основное подозрение падает на него. Тем временем следователи полагают, что все убийства могут быть связаны, и совершил их один человек. И самое страшное, Мажор сам уже начинает сомневаться в себе, ведь после приема антидепрессантов у него происходят провалы в памяти. Когда он приходит в себя, он ничего не помнит, где был, что делал, а если это все же не он, то кто? Зачем убийца так явно подставляет Мажора? Времени найти ответа у него почти нет. И помощи ждать не от кого. Что же, весьма интригующий сезон нас ожидает. Первый отдел. Второй сезон. Судя по тому, что канал НТВ начал повторный показ первого сезона проекта, и ориентировочная дата выхода, обозначенная ранее, я говорю сейчас о втором сезоне, это марта или апрель 2022 года, думаю, премьеру этого продолжения осталось ждать совсем недолго. Напомню по сюжету, главный герой Юрий Брагин, сотрудник следственного комитета по особо важным делам, отправляется в несколько мест по стране для расследования сложных преступлений. И куда бы он ни прибыл, везде наводит шорох, разворошив осиные гнезда. Такой дотошный профессионал доводит все до конца. В сериале разработчики показали публике реальную повседневную жизнь следователей. Сотрудники следственного комитета давали консультации актерам на съемочной площадке и помогали съемочной группе в разработке костюмов. Все случаи, представленные в фильме, имеют абсолютно реальную основу, потому что взяты из архивов комитета. Хорошие рейтинги сериала дали возможность для создания продолжения, о сюжете которого пока не так много известно. Но ничего, мы подождем. Историческая драма «Янычар» стартует в последний день зимы на Первом канале. По сюжету этой 12-серийной истории, чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Олеха отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Олехи лежит через дворец султана Османской империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Олеха не теряет надежды обрести свободу, а исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на родину. Режиссером предстоящего проекта выступил Иван Шурховецкий, а главной роли исполнили Илья Малаков, Артур Иванов, Иван Басильчич и другие популярные актеры. Ну а об этом проекте мы говорили в предыдущей нашей подборке, но я, пожалуй, все равно повторюсь. Ведь стало известно, что сериал «Я тебя не боюсь» с Дмитрием Поломорчуком, звездой сериала «Невский», напомню, выходит уже в начале марта на телеканале «Домашний». Даша – жертва домашнего насилия со стороны мужа Кирилла. Решив изменить жизнь ради детей, женщина, бросив все, переезжает в другой город. На новом месте она устраивается на работу, покупает квартиру и встречает новую любовь – своего коллегу Романа. Дети в безопасности уже не помнят прошлую жизнь. Но в тот момент, когда Даша начинает наслаждаться происходящим и планирует новое будущее, на ее пороге появляется Кирилл, который молит супругу о прощении. Он ведет себя совершенно по-другому, и все встают на его сторону. Даже лучшая подруга Даши и детей. И только Даша чувствует сердцем, что что-то не так. Разберется ли в своих чувствах девушка, мы узнаем уже совсем скоро на телеканале «Домашний». И, конечно же, еще одно ожидаемое продолжение, выходящее ориентировочно в марте на Первом канале – речь о сериале «Заступники». Это второй сезон. Напомню, по сюжету молоденькая Нина Метлицкая притворяет в жизнь давнюю мечту и становится начинающим адвокатом. Амбициозная и решительная адвокатесса отличается смелостью и не пасует перед трудностями. В начале адвокатской деятельности юрист соглашается на наиболее сложные уголовные дела, от которых отказались более опытные коллеги. Небольшая юрконсультация находится в Подмосковье, куда приходится добираться довольно долго. Она принимает участие в судебных процессах, где проходит слушание по обвинению в дивисиденстве. Судьба преподносит трудолюбивые практикантки сюрприз с предложением устроиться в самое престижное адвокатское бюро, что называется, во всей стране. Радуясь подобным обстоятельствам, ей необходимо доказать, что она не зря занимает новую должность. Девчонка встает на защиту шпионов, воров и несправедливо обвиненных подростков. Как признался режиссер проекта Владимир Котт, и далее цитата. В новых сериях, благодаря своему таланту и мастерству, наша героиня будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями, и делать все, чтобы помочь людям, на самом деле попавшим в беду. Конец цитаты. Друзья, а какой из этих проектов вы ждете наиболее всего? Непременно напишите свое мнение, как всегда, в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Не забывайте подписываться на канал Горинов Мир Анонсов, где мы обсуждаем самые яркие новинки отечественного кино. Надеюсь, было интересно. Берегите себя в эти непростые времена, и до новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»!